Друзья, всем привет! С вами Никита Дилы и мы продолжаем играть в фарминг симулятор 17 на карте регион 18. И собственно, друзья, что мы имеем на данный момент? 11 поле созрело, я случайно посадил в прошлый раз сюда пшеницу, а не бобы, поэтому убирать мы будем сегодня пшеницу, но особой роли это не играет. На балансе у нас минус 17 тысяч, это дело ушло все на семена удобрения, я ушел в небольшой минус, но мы это сегодня быстро восстановим. Ну и на БГА у нас есть 5 ям, 4 из них полностью забиты и уже созрел этот самый силос, который здесь внутри, поэтому мы будем его сегодня продавать, но за серию, разумеется, это всего не случится. Ну и давайте начнем, пожалуй, именно с силоса, мы вот здесь вот немножко откроем, в этой яме у нас 1 432 000 литров силоса, берем нашу мониту, наш погрузчик и, собственно, ставим его на работу на маршруте. Единственное, я сбрасывал его на базу, поэтому придется обучить его заново вот этим самым силодвижением. Пойдет и вот так, собственно, проверяем, как это все будет работать. Вроде должно, на самом деле. БГА 1 прот мы на первую яму ставим маршрут, здесь у нас рабочая ширина мы поставим 3,1 метра. Я не знаю почему, но стабильнее работает, если чуть-чуть шире это все сделать, может быть это эффект плацебо, может еще что-то, но я, в общем-то, ставлю чуть-чуть больше. Ну и запускаем по маршруту, один мы посмотрим, чтобы он работал. Ну что ж, вроде все работает, поэтому его мы оставляем. Если он будет выпендриваться, мы придем его поправим, это не проблема. Сейчас же мы займемся вот этим полем. Одиннадцатое поле у нас созревшая пшеница, поэтому я вообще надеялся, что к этой уборке у нас будет готов новый комбайн, но пока что не срослось. Надеюсь, что к концу серии мы все-таки его купим. А пока радуемся тому, что есть. Есть у нас вот этот вот Нью Холланд. Собственно, ставим его на маршрут. Единственное, только что думаю, что заправить его все-таки надо, потому что 120 литров в нем осталось. Пускай заправляется, мы пока поставим на маршрут работать трактор. Трактор мы поставим прямо оттуда. Запускаем, загружаем ему маршрут поле 11 база. Ставим работу с комбайном. И выбираем, соответственно, Нью Холланд ТЦ 590. И с ближайшей точки мы его запускаем. Он слева подловит ближайшую точку, выйдет на маршрут, выкинет пшеницу, которая в нем уже есть. Приедет и будет ждать, пока наполнится. Нет, друг, так не пойдет. Не попал он в точку. Но это тоже легко поправимо. Приедет и будет его, собственно, там ждать. Малыша нашего Фортиса мы также ставим на этот же самый маршрут. У нас два прицепа, поэтому... Цепляем ему вот этот прицеп. Сбрасываем маршрут, который у нас уже есть. Я до сих пор не сбросил. И загружаем ему опять-таки поле 11 база. Ставим также работу с комбайном. Указываем ему на Нью Холланд. И запускаем с ближайшей точки, которую он точно так же ловит. Сейчас он там выдаст ошибку о том, что он застрял, потому что упрется он в вальтру. Но ничего страшного в этом нету. И тем самым этот друг заправился. А цена на силу все падает, падает и падает. Но не суть важна. Пускай собирает и все. Стартовать уборку мы будем примерно оттуда. Примерно центр поля, плюс-минус, это все неважно. Выбираем поле 11. Расположение старта автоматически. Возврат на старт. Там можно даже поставить нет. Ставим максимальное число поворотной полосы. И ставим разворот. И соответственно с ближайшей точки мы начинаем маршрут. Можно было со стартовой поставить. В общем-то это все без разницы. Вообще есть разница. Надо было ставить со стартовой, потому что он поехал не туда. Все. Наши друзья работают. Пожелаем им удачи. А пока ребята работают, я вам напомню, что у нас во владениях есть еще и 14-е поле, на котором растет травка, которую я траву всю заволковал, но не убрал. По-моему это еще было то ли во второй, то ли в третьей серии. Короче очень давно. Поэтому так как у нас есть свободный трактор, мы сейчас все это дело покосим, еще раз заволкуем и еще раз затюкуем. Именно поэтому тюковщик я тогда именно купил, а не взял в аренду на один раз на одно поле. Мы будем продолжать промышлять этим самым силосом, как в прошлой серии. Только сегодня, да и вообще в более мелких масштабах. Вот он наш фент, соответственно заводим его, цепляем к нему косилку, валковую жатку. Наверное даже сначала валковую жатку подцепим, потому что с этой косилкой тяжело ему кататься. А то морда явно перевешивает у него в таком состоянии. Да, вот у нас волки все. Ничего мудрить не будем. Генерируем ему маршрут на 8,3 метра. На 14 поле разумеется. Возврат на старт. Да, поворотная полоса. Да, по максимуму. Генерируем и запускаем соответственно со стартовой точки. Подходящий типовый... А, ну конечно. Все, пускай работает. Я думаю без нас он здесь справится полностью. Да, кстати, я вот догадался посмотреть нет ли у него смещения. Иногда бывает такое, что оно появляется. Все, пускай косит. А мы тем самым вот за буквально 10 минут уже вышли в плюс. А кстати, друзья, я то и забыл, что мы еще один трактор купили. Соответственно мы можем прямо сейчас поставить тюковать все это дело на 14 поле. У нас уже там по-моему круга 2 он навернул. Поэтому тюковщик явно не догонит наш трактор. Да, два круга он уже на третий пошел. Я еще успел мана сюда пригнать. Поставил его в угол поля. Именно туда будут скатываться все тюки отсюда. Собственно, копируем маршрут у Фента. 700 Варьер, который ездит. Убираем ему отклонение, которое опять само стало. И ставим разные полевые работы. Со стартовой точки мы запускаем это чудо. Пускай ездит, тюкует. Тоже, конечно, есть вероятность того, что он где-нибудь застрянет. Наедет на тюк. Так иногда бывает. Но надеюсь, что этого не случится. И сколько он тут? Блин, долго будет работать. Надо было вообще этот трактор ставить на покос. Поскольку он мощнее, он быстрее тянул бы косилку. Но да ладно. Потому что, как видите, этот совсем медленно едет. И это еще не под самым большим уклоном. Конечно, немного трава мешает, которая уже заволкована. Мне кажется, он из-за этого еще и косит не самым лучшим образом. Но да ладно. А из-под этого тюки уже укатываются. Ладно. Итак, друзья, тем самым у нас закончил волкование наш зеленый трактор. Мы все это дело выключаем и все это дело отцепляем. И оставляем это здесь. Здесь я не повезу это все дело на базу. Пускай здесь стоит. Да уж, тюков здесь, конечно, тоже немало. Все, пускай вот здесь стоит у нас косилка. Пускай здесь стоит валковая сжатка. Мы ее все равно будем использовать только на этом поле. Но трактор мы забираем. И поедем поставим его с фуражным прицепом собирать солому на 11 поле. У нас уже на четвертом кругу находится комбайн. И, кстати, у нас уже плюс 43 тысячи. Сила спотихо продается. Берем вот этот фуражный прицеп. Подъезжаем мы к стартовой точке комбайна. Можно, кстати, и не подъезжать было. Ну да ладно. Выезжаем мы на поле. Копируем курс у комбайна. Добавляем к нему поле 11 база. Ставим разные полевые работы. И запускаем со стартовой точки. Все, он справится без нас. Топлива у него не так много, но он заправится потом. Единственное, конечно, что здесь на поле работают целых 3 трактора, которые могут друг другу мешать. Но это тоже не проблема. Мы, если что, все исправим. А мы давайте пока тем временем пособираем эти самые тюки, чтобы они не мешали трактору. Мы их просто отвезем на БГА, но продавать пока не будем. Я их оставлю здесь справа. Они не будут мешать нашему погрузчику. Потом мы их, собственно, продадим. Просто перенесем их с помощью автопогрузки опять-таки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и все. Кидаем наш ман здесь. Пускай стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что, друзья, заканчивает работа у нас наш тюковщик. Поэтому мы поедем и отвезем... Так, ему тут он еще чуть-чуть травки в себя вместит. Но нет, он уже закончил работу на маршруте. И он продолжает сигналить. Ну да ладно, не суть важна. Пускай сигналит. Тем временем мы возьмем ман и отвезем эти тюки на БГА. И сразу же продадим, потому что цена на силос обваливается. У нас сейчас довольно-таки большой объем. Это четыре практически с половиной прицепа. Это четыре, практически с половиной прицепа. Вот они здесь у меня аккуратненько стоят. Мы снимаем манита с работы. Временно, разумеется. Выставляем его вот сюда. Отсюда он начнет работать потом. Ну, а ман сейчас берем для того, чтобы продать все тюки. Хотя они все равно по 980 за штуку уходят. Как и в прошлой серии. Так, у нас там кто-то застрял. Ладно, тут ничего неудивительного. Он потом справится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, сломалась вся моя конструкция. Ладно, сейчас раскидаем. Это не такая большая проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе задолбался уже руками здесь носить это все. Поеду-ка, пособираю маном, то, что поразлеталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постояние захвата поставим чуть-чуть побольше, потому что... Потому что постоянно цепляется за бортики. Теперь его можно взять аж оттуда. Да, немножко читерно, но что поделать? Сволочь, задолбали вылетать уже. Они же отскакивают, что дурные. Все. Это все добро мы продали. Кто-нибудь засек, сколько денег мы получили за 4 поля? Потому что я-то не обратил внимания, сколько там получилось. Сколько у нас было до этого. Продолжаем. Ставим манита дальше работать, а ман отгоняем, соответственно, на базу. Ну и что, друзья? Ждем, пока 11 поле уберется. А пока мы ждем, мы уберем на базу вот этот трактор. Точнее, мы бросим здесь тюковщик, съездим на базу, возьмем еще один фуражный прицеп. И, соответственно, поможем нашему трактору, который убирает солому, убирать солому еще одним трактором. Они будут это делать вдвоем. Мы, опять-таки, копируем курс у того, кто собирает солому. Это Фент, по-моему, у нас занимается этим. Да, комбинированный маршрут у него. И запускаем с ближайшей точки. Соответственно, он начнет именно оттуда. И они вдвоем будут, ну, как-то справляться. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья. Собственно, что мы имеем? Во-первых, у меня на часах пол пятого утра, поэтому я уставший в усмерть. Но надо доснять серию, поэтому мы продолжаем. Во-вторых, я тут заметил, что у меня был отключен значок микрофона на экране. Значит, он был выключен. И я... Проблема в том, что я не знаю, с какого именно момента. И, возможно, что-то потерялось. У нас закончил работу первый трактор по уборке соломы. В принципе, можно было тут немножко... Ладно, хрен с ним уже. Второй уберет. Или давайте вручную проедем сами. Надо же иногда самим тоже работать. Да, только я косой, как не знаю кто. Так, свезем, разгружаем солому. И этот трактор ставим в стойло. У нас тут закончился заодно одновременно и удобрение. Удобрение. Да, удобрение закончилось у меня сегодня. Он мужского рода. Удобрение, да. Отцепляем его. И, соответственно, ставим просто в стойло отдыхать. Сегодня этот зеленый трактор нам больше не понадобится. Но нам понадобится еще вальтра, которая оранжевого цвета у нас. Желко что этот нельзя было покрасить в оранжевый. У меня бы все трактора были оранжевые, если бы их можно было красить. Хотя я знаю, есть куча модовых, которые можно красить. Даже я готов поспорить, что именно этого фента можно найти, которого можно красить. Но вальтра у нас оранжевая. Есть ее красить можно. Поэтому мы берем ее, берем сейлку пока что и просто отгоняем ее на поле. У меня есть некоторый коварный план. Все, друг, стой, кури. Этого товарища мы снимаем с маршрута и отгоняем чуть-чуть в сторону. Он потом отсюда еще раз начнет, даже не один, удобрять наше поле. Ты тоже, друг, стоишь, куришь, а этот забагался. Ладно, он практически пустой. Мы его также снимаем с маршрута и везем в стойло. Единственное, эту полосочку мы сами вручную тоже уберем. Итак, друзья, так как я в прошлой серии случайно засеял пшеницу, то в этот раз мы засеем поле сразу двумя культурами, канолой и бобами. Канолу мы потом пустим на биодизель. У нас как раз будут денежки, мы купим бочку. Ну и бобы, соответственно, на муку и на все, что можно пустим. Собственно, что мы делаем? Убираем 11-е поле и генерируем маршрут без поворотной полосы из этого угла. Но запускаем мы примерно с середины поля. Скажем так, примерно здесь. У этого же трактора мы точно так же генерируем маршрут, только с этого угла. Точно так же. Только единственное, да, и к тому тоже надо будет добавить поле 11 база. И, соответственно, запустим мы его тоже середины. Ну и выбираем ему сеять соевые бобы. И смотрите, мы запускаем его с ближайшей точки. Наверное, проще вот так вот сделать. Давайте его вот с этой вот красной точки и запустим. Маркеры мы отключаем. И все, отсюда он у нас пойдет полностью засеивать всю правую часть. Этому трактору мы также добавляем маршрут на заправку сейлки. Точно так же открываем посмотреть, где у нас что пойдет. И вот с этой вот красной точки, допустим, с ближайшей точки мы запускаем... А, ну да. Я забываю менять. Запускаем сейлку в ту сторону. Маркеры нет. Разворачиваться в пределах поля. Да. Все, здесь он ничего трогать не будет. Наверх он засеять не сможет. И в итоге они засеят один левую сторону, один правую. Да, оно неровно очень получилось. Но канола нам нужно, скажем так, меньше. Поэтому я именно в эту сторону сместил маршрут. Ну и, друзья, я на этом с вами прощаюсь. В следующий раз мы с вами купим новый комбайн. Купим новый полуприцеп для мана. Вообще посмотрим, как у нас будет с финансами. Что-нибудь, короче, прикупим. Ну и, конечно же, уберем это поле. Повозим все это дело на какие-нибудь заводики. В общем, там посмотрим. Вы тем временем влепите лосик под этим видео. Напишите какой-нибудь комментарий. Расскажите о канале друзьям. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok